разговор второй о том же знай себя лица клеопа лука и его друг клеопа правду говоришь однако пан сам нас сколько ни вели речив я в нем вкуса не слышу пойдем опять к нашему другу слова его детки но не знаю как-то приятны лука а вот он и сам к нам друг тень мертвая здравствуйте лука здравствуй мысль дух сердце ведь все твой человек пересказали мы твои мысли нашим книгачи им они говорили что должен ты свое мнение в натуре показать друг что значит в натуре показать лука я сего не знаю клеопа как сего не знать должна показать что не только в одном человеке но и в прочих тварях невидимость первенствует лука так точно затем хотели к тебе идти друг а вы доселе сего не знаете лука конечно должен ты доказать друг верите ли что есть бог лука его невидимая сила все исполняет и всем владеет друг так чего ж ты еще требуешь ты уже сам доказал лука как доказал друг когда говоришь что невидимая сила все исполняет и всем владеет так не все ли одно сказать что невидимость в тварях первенствует ты уже сам назвал невидимость головою а видимость хвостом во всей вселенной лука так возьми что из всей вселенной в пример для изъяснения вдруг я тебе всю подсолнечную и все коперниковые миры предоставляю возьми из них что хочешь а что говорите показать в натуре то должно было сказать изъясни нам притчами или примерами и подобиями то что человек состоит не во внешней своей плоти крови но мысль и сердце его то истинный человек взгляни на стену сию что на ней видишь лука вижу написанного человека он стоит на змеи раздавив ногою голову змеину друг ведь живопись видишь лука вижу вдруг скажи же что такое живописью почитаешь краски ли или закрытый в краске рисунок лука краска не иной что как порох и пустошь рисунок или пропорция и расположение красок то сила а если ее нет в то время краска грязь и пустошь одна вдруг что же еще при сей живописи видишь лука вижу приписаны из библии слова слушайте стану их читать мудрого очи во главе его очень же безумных на концах земли вдруг ну если кто краску на словах видит а письмен прочесть не может как тебе кажется видит ли таковой письмена лука он видит плотским оком одну последнюю пустошь или краску словах а самих письме фигур не разумеет одну пяту видит не главу друг право рассудил так посему если видишь на старой вахтырки церкви кирпич и вопно а планы и и не понимаешь как думаешь усмотрел ли ты и узнал ее лука никак таким образом одну только крайнюю и последнюю наружность вижу в ней которую из код видит асимметрии ее или пропорции и размера который всему связи голова материалу пони же в ней не разумею для того-то ее не вижу не виде ее головы друг добрый твой суд скинь же теперь на счеты всю сумму лука как друг а вот так что в красках рисунок тоже самое есть фигура в письменах а в строении план ну чувствуешь ли что все сии головы как рисунок так фигура и план и симметрия и размер не иной что есть как мысли лука кажется что так друг то для чего же не постигнешь что и в прочих тварях невидимость первенствует не только в человеке тоже разуметь можно о травах и деревьях и о всем прочем дух все на все вылепливает дух и содержит но наше око пяту блюдет и на последней наружности находится минуя силу начала и голову и так хотя бы мы одни без души телом были то и в самое то время еще не довольны себя понимаем лука для чего для того что почитая в теле нашим наружный прах не поднимаемся мыслью во план содержащий слабую сию персть и никогда вкуса не чувствуем словах сих божиих ползущие по земле наши понятия познанию истинного нашего тела возвышающих а именно не бойся иаков все на руках моих написал стены твои но поступим повыше клёпа мы выше поступать еще не хотим а сомнения имеем и желаем хорошенько узнать то что называешь истинным телом нам дивно что такое дивно не бог ли все содержит не сам ли глава и все во всем не он ли истина в пустоши истинное и главное основание в ничтожном прахе нашим и как сомневаешься о точном вечном и новом теле не думаешь ли и сыскать что не есть такое в чем бы бог не правительствовал за главу и вместо начала но может ли что бытие свое кроме его иметь не он ли бытие всему он в дереве истинное дерево в траве трава в музыке музыка в доме дом в теле нашим перпесном новое есть тело и точность или глава его он всячина есть во всем потому что истина есть господня господь же дух и бог все одно есть он един дивное во всем и новый во всем делает сам собою и истина его во всем во веки пребывает прочая же вся крайняя наружность не иное что токма тень его и пята его и подножия его и обветшающая риза но мудрого очи во главе его очень же безумных на концах земли разговор третий о том же знай себя лица клеопа филон и друг клеопа ах перестань пожалуй не сомневайся он человек добрый и ничьей не гнушается дружба мне твое доброе сердце известно а у ничего кроме сего не ищет филон я знаю многих ученых они горды не хотят и говорить с поселянином клеопа пожалуй же поверь друг о чем у вас спор клеопа ба а мы нарочно к тебе вот мы товарищ пожалуйста не погневайся друг за что человек и зрит на лицо а бог зрит на сердце а лука где клеопа не может понять твоих речей он прилепился к сам нас у при вчерашнем разговоре и нам твои новинки милые друг о чем была речь клеопа помнишь ли филон филон помню речь была о бездне клеопа а вот слова и тьма верху бездны филон потом спор был о каких-то старых и новых мехах и о вине клеопа один спорил что бездну называется небо на котором плавают планеты а господин навал кричал что точная бездна есть океан великий иной клялся что через то значится жена иной толковал учение и прочее и прочее друг если хотим измерить небо землю и моря должны во первых измерить самих себя с павлом собственной нашей мерой а если наши внутри нас меры не сыщем то чем измерить можем а не измерив себя прежде что пользы знать меру в прочих тварях да и можно ли может ли слеп в доме своем быть прозорливым на рынке может ли сыскать меру не уразумев что есть мера может ли мерить не видя земли может ли видеть не видя головы ее может ли усмотреть голову и силу ее не сыскав и не уразумев своей в самом себе клеопа но не можно ли поговорить проще друг измерить и узнать меру есть одно если бы ты долготу и широту церкви измерил саженем или веревку и как тебе кажется узнал ли бы ты меру ее клеопа не думаю я бы узнал одно только пространство материалов ее а точную ее меру содержащий материалы в то время узнаю когда понимаю план ее друг так пасе посему хотя бы ты все коперниканские миры перемирил не узнав плана их который всю внешность содержит то бы ничего из того не было клеопа думаю что так внешность есть пустота так и меры ее вдруг но кто может узнать план в земных и небесных пространных материалах прилепившихся к вечной своей симметрии есть ли его прежде не мог усмотреть клеопа думаю что как внешность есть пустота так и мера ее вдруг но кто может узнать план в земных и небесных пространных материалах прилепившихся к вечной своей симметрии есть ли его прежде не мог усмотреть в ничтожной плоти своей сим планом все на все засоздано и слеплено и ничто держаться не может без него он всему материалу цепи веревка он то есть рука десная перст содержащий всю персть и пять божия всю тлень измерившая и самый ничтожный наш состав слово божие советы и мысли его есть сей план по всему материалу во вселенной не чувствительно простершийся все содержащий и исполняющий сия есть глубина богатства и по и премудрости его и что может обширнее разлиться как мысли о сердце без на всех вот и небес ширшая сколь ты глубока все объем лишь и содержишь а тебя ничто не вмещает клеопа правду сказать помню слово и римина сие глубоко сердце человека паче всех и человек есть друг вот сей же то человек содержит все он то утверждает плотские твои руки и ноги он голова и сила очей твоих и ушей а если ему верить можешь не отемнеет очи твои и не истлеет уста твои во веки веков клеопа верую и понуждаю сердце моё послушание веры но не можно ли хотя маленько меня подкрепить прошу не гневаться чем выше в понятии невидимости взойду тем крепче будет вера моя друг правильно требуешь для того что бог от нас ни молитв ни жертв принять не может если мы его не узнали люби его и приближайся к нему всегда сердцем и познание приближайся не внешними ногами и устами сердце твое есть голова внешности твоих а когда голова то сам ты есть твое сердце но если не приблизишься и не сопряжешься с тем кто есть твоей голове головою то останешься мертвую тенью и трупом если есть тело над твоим телом тогда есть и голова над головою и выше старого новое сердце ах не стыдно ли нам и не жалко ли что бог суда себе от нас просит да и не получает клиопа возможно ли как так друг соперники его идолы и кумиры сихта сидя на суде оправдаем клиопа ужасная обида и ее не понимаю друг не понимаешь вот сам сей же час будешь судьей против него клиопа боюсь но пожалуй подкрепи мне мое неверие о бессмертном теле любы мне твои слова сии не темнеет очи твои друг ну скажи мне если бы твое внешнее тело или скотское через тысячу лет невредимо было любил бы ты плоть свою клиопа сему остаться нельзя а если бы можно нельзя не любить друг знай же что ты себя самого внимала еще не узнал клиопа по крайней мере знай что тело мое на вечном плане основана и веруя сим обещанием божиим все на руках моих написал стены твои друг если бы ты в строении какого-то дома план узнал силу стен его довольно ли ток познанию совершенного оного дома клиопа не думаю надобно кажется еще знать это для которых советов или дел тот дом построен бесом ли в нем жертву приносит или невидимого богу разбойническое ли жилище или ангельское селение друг и мне кажется что недовольно понимаешь например сосуд глиняный а если разумеешь одну его фигуру на грязи изображенную а не знаешь чистым ли или не чистым наполнен ликером или питьем клиопа теперь понимаю что тело мое есть точно то что стены храма или то что в сосуде череп а сердце и мысли мои то что во храме жертвоприношение или то что в сосуде вода и как стены дешевле жертв потому что они для жертв не жертвы для стен и череп для воды не вода для сосуда так и душа моя мысли и сердце есть лучше моего тела друг но скажи мне если бы те стены прекрасные развалились а погибли ли бы они пропал бы тот сосуд если бы его череп фигурный расшибся клиопа тьфу сие и младенец разумеет конечно он не целый если друг не радуйся ж мой израиль и не веселись а заблудил ты от господа бога твоего не слыхал ли ты от пророков никогда что бог суд имеется соперником своим землею клиопа да кто может его судить друг уже ты дал суд твой на него уничтожив сторону его клиопа коим образом друг кто неправедного оправдал без сомнения обидел невинного а оправдать обоих никак нельзя таков то судья был каков ты ефрем которого некто из пророков называет голубом незумным лишенным сердца да и не дивно потому что по сказке того же пророка наподобие печи огнем разожженный столь же все судьи страстью к видимости разгорелись что все наставники землей слеглись и не было ни одного который бы был приятел богу клиопа умилосердись скажи какой я суд произнес против бога друг так ты влюбляясь в землю отдал ей судом твоим то что единственно богу принадлежит клиопа не понимаю друг слушай голубь темнооки не божия ли есть сила и не господни ли крепость клиопа да кто же всем спорит друг как же ты дерзнул сказать что при разбитии черепа сосуд пропал смеешь ли сосуд утвердить на прахе они в боге какая твердость быть может в том что всеминутно подвержена развалинам и переменам не божий ли невидимый перст содержит в стенах прах не он ли голова в стенах не стена ли вечно если главное начало ее вечное как же ты посмел уничтожив голову возвеличить хвост присудив тлению безвредность праху твердость кумиру божество тьме свет смерти жизнь вот нечестивый на бога суд и совет вот лукавая лукавого змия ока любящая пяту они главу христа иисуса он есть всяческое во всем не ты ли сказал что нельзя не любить тленного тела если бы оно через тысячу лет невредимо было и как можешь сказать что ты по крайней мере узнал твое тело да и к чему хвалишься божьими семи милостивыми словами все на руках моих написал стены твоей и предо мной всегда может ли тлень стоять всегда то есть вечно может ли недостойной честно быть а тьма светом и зло добром не все ли одно увериться праху ног твоих и положиться на серебряного кумира все то идол что видимое все то бесчестное что тленное все то тьма и смерть что приходящие смотри на земляность плоти твоей веришь ли что всем твоем прахе зарыто сокровище то есть таится в нем невидимость и перст божий прах твой сей и всю твою персть сию содержащий клеопа верую друг веруешь ли что он есть голова и первоначальное основание и вечный план твоей плоти клеопа верую друг ах когда бы ты верил никогда бы ты не говорил что тело твое пропадает при рассыпании праха твоего видишь одно скотское в тебе тело не видишь тело духовного не имеешь жезла и духа к двойному разделению не чувствуешь вкуса в тех божьих словах если вы видишь честное от недостойного как уста мои будешь клеопа непонятно мне то каким образом присудил я кумиру божество а жизнь тому что мертвое слыхал я что погибший есть тот кто называет свет тьмою а горькое сладким друг не удивляйся душа моя все мы любопрахи кто только влюбился видимость плоти своей не может не гоняться за видимостью во всем небесном и земном пространстве до для чего он ее любит не для того ли что усматривает в ней светлость и приятность жизнь красу и силу клеопа конечно для того вдруг так не все же ли одно почитать идола за живое и присудить ему жизнь а ему умереть должно мне кажется тоже почитать горькое сладким и дать суд в том что медовая сладость принадлежит желчи но можно ли желчи сладость присудить без обиды меду вот каким образом все собираемся на господа и на христа его он кричит моя крепость и сила во мне путь истина и живот а мы судим что все себе принадлежит внешней плоти и плотской внешности и сей суд наш несменно подтверждаем таковым же житием наши перед людьми клёпа вижу теперь вину свою и ужасно удивляясь что за тьма наши очи покрыла сколько пророки вопиют дух дух бог бог всякая внешность есть трава тень ничто а мы ропщим тужим когда плоть наша увядает слабеет и прах переходит к праху можно ли сыскать упрямейшую и на и жесточайшую несчастливость друг всему и я часто дивлюся теперь думаю понимаешь что то за суд которого от нас столь ревностно и единственно требует бог через пророков и как можем дать добрый суд меньшим нашим братьям обидев первородного брата христа иисуса он первый сирота что все его оставили он первый нищий что все от него отняли все за тьмою оставив свет пошли побежали клёпа но откуда в нас проклятое сие семя рождается если земля проклята такова любовь к ней друг хорошо мысли называешь семенем семя есть начало плодов а совет в сердце голова наших дел но пониже сердца наше есть точный человек то и видно кого премудрость божия называет семенем и чадами змеи нами си любят люди землю а она есть пята и подножие и тень по сей то причине ничем они не сыты блажен если в чем сердце проклятая сия голова раздавлена она то нас выводит в горести она нам во мнимые сладости но откуда сей змеи сердце зарождается ты ли спрашиваешь клёпа хочу знать вдруг откуда злое семя на грядках огородных полно везде всяких советов не убережешься чтобы не родилось но что делать сын храни сердце твое стой на страже со вакуумом знай себя смотри себя будь в доме твоем береги себя слышь береги сердце клёпа да как себя беречь друг так как ниву выпленяй или искореняй и вырывай всякий совет лукавый все злое семя змеи на клёпа что есть совет лукавый и семя змеи на друг любить и оправдать во всяком деле пустую внешность и лепяту клёпа скажи проще друг не верь что рука твоя согниет а верь что она вечно в боге одна тень ее гибнет истинная же рука и истина есть вечно потому что невидимо а потому что вечно клёпа все мысли чудные друг конечно новые если же содержание твоей руки присудишь плотской тлени тогда будешь старым мехом надутым бездны и мыслей непросвещенных потоль поскольку возможешь сказать бог повелевший из тьмы света воссиять воссиял в сердцах наших а сие сделается при сотворении нового неба и земли сия новое творю говорит господь у исаи